Так, ну давайте первое, наверное, я вам похвастаюсь, мы прошли аудиторскую проверку, дали очень положительные отзывы, очень все хорошо, разработчик молодец, исправил замечания, еще посоветовали, какие функционалы добавить, но мы их не стали добавлять, чтобы не нагружать смарт-контракт, тем самым не увеличивать комиссии, то есть они нам не нужны, но в целом аудит очень хороший, это здорово. Так, все, ребят, это я рассказал, про старт я расскажу позже, то есть в конце это насущный вопрос, он меня тоже интересует, но мы зависим от программистов и никуда мы не денемся. Так, ребят, давайте следующий момент разбирать, у нас второй подпункт сегодня по расстановке, ребят, это очень важный пункт, я сейчас сразу же телеграм отключу, чтобы он не мешал, давайте разбираться, как будет происходить расстановка. Это, знаете, мне попросили сделать именно акцент на этот момент, потому что все ломятся наверх, 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 наверх. Так вот, давайте разбираться, ребят, смотрите, мы наверх ставим сначала людей с командами, вы поймете сейчас почему. Поэтому у компании, так таковой, именно у самой компании Argos только один аккаунт, только один. Дальше два аккаунта уже, то есть принадлежат нам, но то есть это уже глобальное дерево. Вот, вот дальше тут Женя, я, Илья Ситнов и пошло-поехало здесь. В общем, дальше идут люди с большими структурами. Так вот, смотрите, запоминайте вот эти цифры. Все хотят попасть наверх и думают, что если ниже они попадут, то они не заработают. Ребят, вот как раз-таки наоборот, давайте разбираться, как происходит заработок. Так, сейчас посмотрю, десяточки пошли или нет. Так, так, чуть мало, но надеюсь, вы смотрите. Давайте разбираться. Смотрите, ребят, к примеру, если вы встали в пятую линию, вот представьте, что вы, это пятерочка. Но предварительно над вами стоит четвертый человек, третий, второй и потом только компания. Давайте мы вот так нависуем. У компании, вот она, то есть это его структура, вот такое дерево, все классно. У второго свое дерево, то есть свой бинар. У третьего свой бинар. У четвертого свой бинар. И вы пятый, стоите под четвертым. Вот, у вас свой бинар. И, к примеру, если вы так переживаете, что вы снизу пошли, и это ужас, ребят, наоборот. Вот, смотрите, почему. Потому что первый, у первого, то есть в компании есть первая линия, второй, он, конечно же, быстро их поставит. Дальше он будет помогать вторым. То есть именно второму аккаунту, третьему, четвертому, потому что не так много людей, это будет происходить моментально. Помогать. То есть, а вот эти люди уже, вот второй аккаунт, он уже будет помогать, поскольку от нас помощь идет. По факту, четвертому, пятому вы помощь будете начинать получать вот отсюда, потому что у каждого свое дерево, и вы находитесь в общем глобальном дереве. То есть вы находитесь в этом дереве, потом вы находитесь в дереве второго аккаунта, потом в дереве третьего аккаунта, в дереве четвертого аккаунта. И каждое дерево, а вы в этой структуре точнее находитесь. Вы не находитесь в этой структуре, это отдельное дерево, но вы находитесь в структуре от первого, второго, третьего, четвертого, и все это вниз сыпется. Поскольку первый аккаунт быстро зальет много уровней, второй аккаунт уже будет под себя физически не ставить, поскольку он как бы под себя будет ставить, но не в первую линию. Он будет ставить уже, к примеру, вот в эту линию. Почему? Потому что вот это уже у него будет заполнено нами, то есть его первой линией. Он будет ставить сюда, то есть и ниже. Третий аккаунт будет ставить ниже, четвертый еще ниже. И по факту у вас получается картина, чем больше над вами людей, тем больше тех, скажем так, спонсоров, вот много поколений, которые будут все это вниз лить, вниз, понимаете? Каждый помог на несколько линий вниз ниже стоящему залиться. Тот уже, когда заливает, он уже заливает гораздо ниже, он уже заливает там вторую, третью линию от себя. Вторая линия заливает от первого уже пятую, шестую. Поэтому, ребят, когда вы заходите вниз и вы переживаете, что вы не попали в первую линию, ребят, не парьтесь. У вас, у вас, вот допустим, пятый человек, у вас, вот оно, ваше дерево, вот это ваше дерево, и над вами стоит спонсор четвертый. По факту вот это можно отрезать, вот это. Потому что вы у кого-то стоите первым, вы должны это четко осознавать. Ваш первый человек, вышестоящий спонсор, он сверху испытывает хорошую помощь от трех вышестоящих партнеров. И то есть это сыпется все в его дерево, то есть под вас. Поэтому, ребят, запоминайте, хоть вы, давайте теперь разберем нижнюю полосу, хоть вы стоите в десятой линии, вы десятой стоите, над вами стоит девятый, над вами стоит восьмой, над вами стоит седьмой, это у каждого свое дерево, шестой, и потом пятый, понимаете, и вся вот эта структура льет вниз, то есть в свое дерево, именно в свое дерево. Можете сказать, у третьего, допустим, у первого и на десятой линии широкая юбка, да, она широкая юбка, но вот только у каждого ниже, она будет уже-уже, и эта помощь будет просто как снежный ком сыпаться. Ребят, поэтому вот здесь вы должны понять, даже если вы встали в десятую линию или в одиннадцатую, вы должны четко осознавать, что над вами стоит аж 10 поколений команд, 10 поколений команд, которые все льют вниз, и вы испытываете гораздо больше помощи. Давайте вот так разберемся, вы встали, допустим, сюда, в первую линию, что дальше? Вы можете рассчитывать только на меня, только на меня, или стоите в четвертой линии, вы можете рассчитывать только на третью линию, вторую и первую, ну, может быть, хорошо. Но люди пригласили своих, там, остановились, да, к примеру, образно говоря. А если вы стоите в десятой линии, и даже у вас вышестоящий партнер не работает, а другие начинают работать, то вы начинаете больше помощи испытывать, нежели бы вы стояли выше. Вы должны это понимать. То есть, стоя в десятой линии, по факту, вы можете больше помощи испытывать, чем, ну, встать вот здесь. Это четко надо осознавать, потому что здесь у вас больше людей, которые это все вниз отдают. Дальше. Теперь, почему расстановка происходит именно… Ребят, по этому вопросу, надеюсь, вы поняли, как это происходит, заливка, что у каждого собственный бинар, он по бинару льет вниз, и вы стоите в чьем-то бинаре. Всегда, то есть, на несколько поколений вверх вы стоите в чьем-то бинаре. Надеюсь, я тут доходчиво объяснил. Так, давайте сейчас посмотрю, что вы напишите. Жень, включи чат. Так, ребят, пожалуйста, напишите. Чат вам включили. Все нормально. Именно сразу же давайте вопросы, пока я не начал рисовать. Следующий вопрос. И не забываем, что бинар – это на самом деле самая лучшая система для переливов. Лучше вообще нет. Так, поехали дальше. Потом уже прочитаю, почему наверх встают сильные. Теперь давайте вот этот момент разбирать. Смотрите. У нас встают, к примеру, разные люди. Давайте без имен. То есть, достаточно все сильные люди. В первую линию идут люди с большими структурами. То есть, в первой линии. То есть, большие структуры – это десятки тысяч людей. У кого-то даже больше. У кого-то там есть сотни тысяч людей. Но, смотрите. Вот вы стоите, допустим, опять же, возьмем в пятой линии. Вот они вы. Насколько у вас… Будете ли вы счастливы, если над вами станет человек с десятью людьми? И выше, и выше, и выше. Насколько вы будете счастливы, что человек станет отнюдь не лидер? Вам хорошо от этого будет, потому что помощь… Если вы на себя рассчитываете, лидер, это круто. Но, когда на девятой-десятой площадке перелив падает в виде очень хорошей суммы, такой серьезной суммы, а вы зарабатываете от перелива там хорошие суммы, то, как бы, там помощь – это нормальная вещь. Это классная вещь. Вот. Поэтому, я думаю… Давайте сейчас напишите, что вы… Что вам… Так, какие преимущества у тех, кто наверху? Преимущества у тех, кто наверху, какие? Ребят, они рассчитывают на свои команды, им ровно. Вообще, кто где стоит и куда им вставать. Но их ставят туда, чтобы они помогли нижестоящим, чтобы это заливалось планомерно и вниз все шло. По этой причине так и расстановка идет. Вот. Это абсолютно правильная позиция. Так, вопросов нет. Так вот, смотрите. Вверх встают сильные, чтобы вниз шли люди. Все, точка. Если вы встанете и над вами все люди будут, ну, знаете, так себе, то вы счастливы не будете, как я сказал, потому что на более высоких уровнях рефералка или переливы – это уже очень хорошие деньги. Это прям нормальные деньги. В каких-то случаях это уже вы тупо от рефералки получаете тысячи долларов. Поэтому, ребят, вверх, когда над вами сильные стоят сверху, и вы на более высоких получаете очень хорошие суммы, это круто. Ну, просто на первой площадке 255 долларов, да, там, от переливов. Ну, если кому-то проблемы решить, нормально. Ну, для меня это не сильно проблемы решить. Ну, это и есть, 51х заложен. Так вот, теперь понятно, надеюсь, вам, почему стоят люди вверх. Почему не надо париться, где вы встали. Вообще не надо заморачиваться, где вы встали. Вот. Я до вас хочу донести самую мысль. Многие люди от команд откалываются и пытаются куда-то на нее встать. Ребят, не заблуждайтесь. Вы, если стоите в команде, к примеру, вот она, ваша команда, шестерочка, это ваша команда, и вы в ней стоите даже там, вот это дерево команда, и вы стоите, пускай в этой команде там во второй линии, к примеру, или в третьей линии, вот они вы, то у каждого снизу это отдельный бинар. Команда помогает ниже стоящим, в вашей команде кто-то сверху помогает, вот от пятерочки пошло. Шестерочка помогает, вот в своей первой линии, второй, третий, седьмая уже помогает ниже стоящим, но поскольку от вышестоящих ему падает помощь, он уже ниже помогает, начинает быстрее вам. Поэтому, ребят, моя задача до вас донести, чтобы вы, если у вас какие-то мысли созрели, бежать из команды в более сладкое место, ребят, это так здесь не работает. Здесь так это работать не надо, точнее не будет. Вы должны стоять в своих структурах, если вы с какой-то структурой пришли, вы должны стоять с ней. Никуда в сторону не ходить, никакого смысла нет. А лидеры почему наверх? Ну, потому что они помогают ниже стоящим. Это очень важный пункт для нас и, думаю, для вас. Он тоже очень важный. Поэтому, ребят, мы, я считаю, сделали очень-очень правильно. Надеюсь, там вопросы вы написали какие-нибудь, так понятно. Как мы попадем не пятую линию, а какую-нибудь сотую? Наталья, ну вот вы опять, видимо, не слушаете. Я вам сказал, неважно, куда вы попадете. Вы хоть в одиннадцатую линию попадите, над вами стоит одиннадцать, десять поколений. У каждого поколения это свой бинар. И то есть каждый человек, он начинает помогать своим. Даже если он, ну, не занимается работой, просто отучился, то над ним вышестоящий будет помогать. И до вас это более быстро будет добираться. И чем больше над вами бинаров у таких, то есть у каждой команды собственная структура, собственный бинар, тем больше до вас будет добираться, чем больше над вами партнеров. Поэтому здесь неважно, когда вы зайдете. Вот прям, знаете, у всех маня, блин, вот если я на старте наверх не зайду, прям плохо. Ребят, да вообще бред собачий. Вы хоть через год сюда зайдете, вы будете одинаково получать, как на старте, как через год. Ничего не поменяется. Потому что бинара структура не изменится, смарт-контракт не изменится. Он как был, так и будет. Вот. А плюс то, что мы привязали его к курсу доллара, всегда стабильный вход, приемлемый для людей. То у людей не будет, люди не будут испытывать дискомфорта по входу. Вот, Наташа. То есть по факту неважно, в какой линии вообще, хоть сотой, хоть 150-й линии. Вы будете стоять, это ничего не поменяется. Вот так, вот так, давайте посмотрю, может кто-то что-то написал. Так, а вот, какие плюсы при заходе на предстарте? Какие плюсы при заходе на предстарте? Ну, Саш, ну, какие плюсы? Плюсы на предстарте какие? Все хотят старта. Понимаете? И, конечно же, там более массивный поток, он не будет прекращаться, то есть он выровняется. Может быть, знаете, там первый день зайдет, там десятки тысяч людей, потом маленько подпадет, выровняется и будет стабильно идти. Там день пять тысяч, две тысячи будет выровняться, будет стабильно в день идти, 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 такое количество людей. То есть это нормальная вещь абсолютно. Задача на старте зайти как можно дальше, потому что чем дальше вы зайдете, поскольку это единое глобальное дерево, тем лучше для вас. Потому что в любом случае, к примеру, как я сказал, сверху выгоднее получать переливы, потому что там исчисляются переливы уже серьезными суммами. Это всем выгодно. И причем неважно, когда, просто на старте, конечно же, все равно людей больше. Начало идет, потом выравнивается и стабильно идет поток, поток, поток. Здесь запар никаких не будет. Здесь спада, я думаю, критического не будет, здесь будет стабильно все идти. Ну, маркетинг, если честно, мы думаем, будет работать далеко не один год. Все к этому располагает, предпосылки все есть, и стабилизация курса, и много чего всего. Вот, и все продумано. Так, ребят, вот моя задача сегодня до вас была, будем надеяться на лучшее. Наталья, ну, смотрите, вы давайте разбираться, на что надеяться, это смарт-контракт. Вы хоть топором машите, он останется смарт-контрактом. Хоть всех вокруг разработчиков зарубите, он будет работать без нас. Тут хоть занадейся, он будет работать, и все. Остальное все зависит от вас, все в ваших руках. Если вы пришли сидеть, то вам однозначно определенное время придется посидеть, но то, что в смарт-контракте заложено, 51x, то есть, что это все переливы, они будут. Все, заложено, мы вычеркнуть и сможем. Это блокчейн, это смарт-контракт, это неизменность. Это нет рычагов, чтобы мы что-то там, корректировки какие-то внесли. Это невозможно. Вот, это очень важный пункт. Все это заложено. Но если вы начнете работать, то это вы будете делать именно на старте сразу же, моментально. И потом уже у вас поток будет не от ожидания переливов вы будете зарабатывать, а от заранее проделанной работы. То есть, вот сейчас люди на старте парятся, они строят структуры. Они построят структуру, заведут своих людей, и по факту у них уже люди будут им приносить деньги, им вообще наплевать на переливы. Вот люди, которые лидеры идут наверх, они-то от нас там, что думаете, много переливов, мы лидеров ставим. Вот, такого потока не будет. Но они рассчитывают от своих переливов, понимаете? Вот, поэтому вы должны это четко осознавать. Маркетингом заложено? Будет, все. Но, если брать лидера и человека, который пришел ногу на ногу свешать, ну, он будет ждать, но он их получит. Никуда эти деньги не денутся. Все, до него очередь до вас доходит, вы заполняетесь. Только я показал, как заполняется. От первого аккаунта, ну, мы рекламу подадим, тут, я думаю, у нас будет сумасшедший поток, потом ниже. То есть, это все вниз идет. То есть, вы получаете не с одного человека, к примеру, у восьмой, вы получаете не с одного седьмого человека сверху, не только от своего спонсора. Ваш спонсор вышестоящий получает от шестого, то есть, свою структуру и к вам в итоге. Потом вы получаете от своего спонсора. И то есть, вы получаете от многих аккаунтов сверху. Вот. Просто вот эти люди, которые зашли, они начали сразу же строить структуру, и им фиолетово на эти переливы просто они есть. Это маркетинг. В чем уникальность маркетинга, что мы начинаем, точнее, что мы даем заработать людям тем, которым когда-то кто-то где-то не зарабатывал. Здесь вы начнете зарабатывать. Все. Это точно. Вот. Но вопрос времени, он всегда оставался и будет оставаться. Но что это заложено, это будет. Это да. Это факт. Очередь пришла, вот смотрите, вот вы, восьмой человек. К примеру, от пятого, вот здесь вниз, до вас очередь долилась, и вы получать начали переливы. Вот так вот. От пятого. От шестого. Шестой уже сыпет, тут все позаливали, он кидает вниз по факту. От шестого пришло, где-то от седьмого пришло, и у вас начинает заполняться. Просто эти люди, которые не ждут ничего, ногу на ногу не свешивают, они сразу же зарабатывают, потому что они строят структуру и зарабатывают. А те, кто ждет, ну он ждет. Ребят, это натура людей. Ждите, раз вы пришли ждать. Но в маркетинге заложено, ваши ожидания вознаградятся. Просто вам надо будет ждать. Так, с этим, надеюсь, понятно. Давайте на вопросы поотвечаю. Так, Олег Егоров, Наталья, нельзя покупать дешевые площадки или обязательно? Да, ребята, покупайте, какие хотите. Вот смотрите, я захожу лично на 40 тысяч долларов. Почему я захожу так далеко? Да все просто. Хотя у меня не будет времени свою структуру сильно строить. У меня не будет времени. Я просто четко осознаю, что мои 40 тысяч долларов превратятся в офигенно громадную сумму. Все, я не парюсь. Я подожду там сколько надо. То есть пройдет там месяц, два там или больше, но я знаю, что я там заработаю десятки иксов. И голову себе играть не буду, поэтому я и заваливаю эти деньги. Вот маркетинг такой. Поэтому мне ровно. Но я все равно определенные структуры подставлю под себя. Я поставлю достаточное количество лидеров, которые также мне будут строить структуру. То есть я поработаю, я поставлю, я приведу человек 100-200, но я просто не называю это большой работой, потому что я гораздо большие структуры строил. Приведу пару сотен людей, и все, и дальше у меня будет на потоке. Потому что этот маркетинг позволяет, в первую очередь, зарабатывать пассивный доход. Во-вторых, я знаю, что ко мне будет помощь сверху переходить. Я знаю, что мои люди, которые зайдут, также будут строить структуры. Это уже на автомате будет просто вниз все сыпаться, и я буду зарабатывать. Я знаю, что они будут делать реинвесты, что мой бонус в бесконечности будет всегда множиться и приносить мне большие деньги. Я знаю, что с трех поколений команд, и я буду зарабатывать вообще по барабану, с какой глубины. Я знаю, что лидерский бонус мне просто тоже даст хороший кэш, что я только с лидерского бонуса заработаю там минимум миллион долларов. Это точно. Вот. А только с лидерского бонуса я заберу эти деньги. Все, ребят. Я четко это знаю. Маркетинг классный, поэтому я не заморачиваюсь в этом плане. Но я знаю, что мне нужно потрудиться. Итак, показал вебинар, как можно делать лидерам регистрацию своим ниже стоящим партнерам. Классная идея. Команда растет бешено. Ну, здорово. Есть какие-то прогнозы по времени реализации программы X51? Сколько примерно времени пройдет до первого заработка? Александр, не понял суть вопроса. В смысле до первого заработка? Ребят, это блокчейн. Как первый человек встал, вы сразу же получили. То есть моментальный. То есть тут это блокчейн. Вы получаете моментально. Поэтому здесь нет такого понятия заполнилась и получилась X51. X51 это минималка, которая заложена маркетингом. Минимум от потраченной суммы. Все. Вопрос в другом. Как я говорил, какую вы позицию занимаете, активного человека или человека, который будет сидеть и в небо смотреть, ожидать. То есть вы должны это четко осознавать. От вашей позиции зависит скорость заработка. Ожидаете, значит ждете очереди и заполняетесь от вышестоящих партнеров. Я вам это показал, как происходит. Не ожидаете, значит зарабатываете моментально и более чем 2,5%. На рефералке вы зарабатываете, то есть в ожидании вы зарабатываете 2,5%, но там есть момент компрессии. Пересмотрите вебинары. Там все рассказано, как зарабатывать можно больше. Но опять же это надо проплачиваться дальше. Будет ли выбор, куда ставить новичков в основной бинар или в реинвестный? Ребят, да, будет выбор. Я вам покажу в обзоре кабинета в понедельник, наверное, или во вторник. Мы будем делать обзор кабинета. Я вам покажу вообще наработки. Они сейчас, в данный момент, прямо идут эти все наработки. И вы увидите, как все работает, как происходит реинвеста, какие там есть настройки. Мы пройдемся с вами по статистике. Мы с вами посмотрим на Академию, как она заполняется. Все фишки мы посмотрим. Так, Олег Егоров. В любое время в маркетинге может зайти новая команда, и они будут зарабатывать в своем бинаре, получая переливы сверху. Да, то есть, как я показал, у каждого человека свой собственный бинар. Но над ним стоят куча бинаров. То есть, он находится… Вот допустим, да, вот еще наглядно. Я стою вот здесь вообще. Вот у меня свой бинар. Ну, надо мной тут его бинаров. Вот бинар, в котором я нахожусь. В этом бинаре я нахожусь. Я нахожусь в этом бинаре. В этом бинаре я нахожусь. В этом бинаре нахожусь и в этом. И то есть, от этих бинаров все сыпется так же и ко мне. Еще раз говорю, только вопрос в том, что если я ожидаю, то я ожидаю, сижу и ожидаю. Или я занимаю активную позицию и просто начинаю с каждого человека зарабатывать. Но прикол в том, что я до вас пытался донести-то, чем больше надо мной людей, тем больше скорость, что мне будет поступать. Вот и все дела. Вы должны четко это понимать. Это нормально. Просто, знаете, люди ломятся наверх. Вопрос, зачем? Ну, окей. Вот вы думаете, если один человек, там все к нему ломится, встать и... Ну, или от одного испытывать переливы, или от нескольких людей испытывать переливы. Есть разница. Вы понимаете в чем? Это чистая математика. Это чистая математика. Я лучше буду помощь испытывать от десяти людей, нежели от одного сверху. Ребята, это математика. А лидеры встают им вообще ровным счетом. Над ними хоть вообще никто стоять не будет. Они знают, что у них большие команды, поэтому мы их и ставим. Потому что им ровно кто над ними и вообще если. Потому что у них бешеные структуры. Они идут сюда из-за маркетинга в первую очередь. Лидеры – это те показатели, что надо сюда идти, потому что они не рассчитывают на какую-то халяву. Они идут сюда из-за маркетинга. Они идут сюда, исходя из своих сил. Они четко понимают, что да, мои силы, моя команда, мое обучение, моя работа с командой позволит мне здесь зарабатывать миллионы долларов. Мне не важно, куда встать. Но ребята попросили сюда встать, чтобы это было организовано и помогать другим. Понимаете, как это происходит? Вот. Поэтому это сделано в первую очередь во благо. Это сделано для вас. И надеюсь, вы здесь поняли, что не важно, куда вы встанете. И самое главное, не важно, когда вы встанете. Это тоже очень важный подпункт, ребят. Да, запись вебинара будет. Какие могут быть комиссии на выводе денег? Ребята, комиссий нет, у вас деньги сразу же поступают. Ну, блин. Вот смотрите, заходим в карьеру. Смотрите. Так, это у нас другой маркетинг. Заходим в X-Profit. Допустим, я... Ко мне встал человек. Нажимаю перейти. Ко мне встал человек. Вот он, да? Давайте вот так вот сделаем. Вот. Ко мне встал человек. И от этого человека пошло распределение. Этому 2,5%. Этому 2,5%. Этому 2,5%. Этому 2,5%. Этому 2,5%. И ко мне пришло. 2,5%. То есть моментально все эти люди получили на кошельки свое реферальное вознаграждение. Только этот человек еще получил 40%. Моментально на кошелек помимо 2,5%. Этот человек получил 5%, поскольку он получает с первого поколения команд 5%. 5%. Еще дополнительно помимо 2,5%. Также у этого человека я третье поколение команд, второе поколение команд получил 3%. И у вышестоящего человека помимо того, что он получил 2,5%. Я у него третье поколение команд. Он с меня получил еще 2,5%. Вот. Понимаете, да? И здесь оно происходит моментально. Человек только этот стал, деньги моментально по кошелькам распределились. Все. Они у вас. Вы с ними делаете что хотите. Вот. Также, ребят, мы пробежимся вообще целиком. Давайте в начале следующей недели целиком по кабинету вы разберете, что здесь как, зачем, почему. Это будет вебинар по пунктам. Разберем главную страницу, как она соседится со статистикой, почему она соседится с карьерой. Разберемся с вами вот с этим пунктом очень крутым, с реинвестами. Настройка реинвестов, как она работает. Я вам как-то показывал, сейчас открывать не буду, дождетесь в следующей неделе, вы увидите. А смысл реинвестов это просто построить еще один бинар. А настройка реинвестов, когда вы можете регулировать свои реинвесты. я вам покажу как это происходит. Много чего интересного на самом деле. Давайте дальше дочитаем. Какие могут комиссии? Татьяна, комиссии нет. Они есть в обменнике, но не у нас. На вывод через обменник. Слушайте, я не знаю. У нас комиссии у смарт-контракта дешевле, чем у обменника. У нас комиссии очень низкие. Они вообще по факту комиссии до доллара, но мы будем закладывать всем еще куча моментов, и чтобы вы укладывались в ход, мы чуть выше говорим. А лишние деньги останутся у вас на кошельке. Так, про кошелек то понятно, мне же их выводить потом на карту через обменник. Татьяна, давайте вы этот вопрос дадите обменникам. Не мне, вот честно, я откуда знаю. Я не знаю, но наверное минимальное. Для этого мы вам дали в обменнике вообще, то есть видеоролики там есть ссылочки на обменники. Там есть обменник, я забыл как называется, там прям подписано самые низкие комиссии. Можете через него выводить, и там все написано. Зайдите в видео, посмотрите. Так, Илья, есть какой-то расчет, через какое время пассивщик начнет получать доход? Это не я интересуюсь намного мне задают вопрос. Ребят, я же вам еще раз только что сказал. Пассивщик приходит, он ждет, до него очередь доходит, он зарабатывает. Над ним несколько поколений команд. Все, эти поколения работают, каждая на свою структуру, но кто-то находится в чьей-то структуре, и так на десятки и сотни поколений вниз, то есть на сотни линий вниз. Изначально вы находитесь в бинаре от компании, потом идет под компанией два аккаунта, находитесь каждый, то есть в каком-то из этих бинаров, и ниже, ниже, ниже вы в чем-то находитесь в бинаре, и чем ниже вы находитесь, тем больше над вами людей линий, понимаете, спонсоров, которые отдают все вниз, потому что вы находитесь в их бинаре. вот, поэтому как очередь доходит, а очередь будет доходить по заполнению не только от вышестоящего спонсора, но и над спонсором есть спонсор, и над спонсором спонсора есть спонсор, понимаете, в чем дело, и они все работают вниз, ребят, поэтому здесь я не могу вам сказать, как это, может быть, это минуты, секунды, а может быть, придется там дольше ожидать, я без понятия, я вам скажу другой момент, аналитика это самое грешное дело, и вот это все позерство, я аналитикой не занимаюсь, потому что я вам скажу сейчас, буквально через час, вы мне за язык не подтянете, ребят, все, я вам четко ответ дал, очередь дойдет, получите деньги, а как очередь доходит, я вам четко разрисовал, пересмотрите, вот, так, Анатолий сразу же пассивщик начнет получать к нему, сразу же люди в команду будут поступать, ну, может сразу, может быть, придется ждать, когда очередь дойдет, но что это, вы должны понять, ребят, смотрите, пассивщик приходит в первую очередь, он должен сознавать, он пассивщик, он пассивщик, он сидит просто и ждет, вот пускай и ждет, все, точка, до него, когда очередь дойдет, он будет зарабатывать, вы должны это четко понимать, я вообще не понимаю, вот, ко мне человек подходит и говорит, «А когда я начну зарабатывать, я вообще ничего делать не хочу, я вот просто лентяй», окей, заходи, сиди, в маркетинге есть возможность заработать 51х, это есть, чем больше над тобой людей, тем больше вероятность именно твоей скорости, все, но очередь будет приходить, тебя будет заполнять, все, точка, вопрос закрытый, когда с первого же человека, активный человек, когда начнут зарабатывать, с первого своего человека и сверху от переливов сразу же, как первый выставать, зарабатывать, все, тут нечего это рассказывать, поэтому, ребят, как-то так, так, по поводу комиссии обмена, рост BNB будет превышать потери при обмене, это же надо учитывать, не понял, давайте сейчас выше так, в каких числах старт проекта, Владислав, мы на следующей неделе огласим уже, потому что в следующей неделе она будет последняя, по подготовке на последнюю следующую неделю, мы вам там скажем, ну, то есть, мы уже завершаем, вот так вот, у нас сегодня заливается смарт-контракт, сегодня будет заливаться смарт-контракт, мы прошли аудит, все хорошо, все классно, это второй уже аудит, вторая аудиторская проверка, первая аудиторская проверка, были предписания, что исправить, нужно что-то делать, и мы их исправили, все, мы получили заключение, что, ребята, вы молодцы, вы красавцы, отлично, с вами работать нужно, и люди пускай не беспокоятся ни за что, все, это круто, сегодня мы вечером, сейчас ребята работают, до победного, чтобы мы на выходных еще раз пробежались по смарт-контракту, по математике, сегодня вечером смарт-контракт еще раз зальется, мы завтра собираемся сесть основательно с командой, пробежаться по всем алгоритмам, еще раз, это тест, это такая нормальная вещь, и говорим, ребят, все нормально, они в воскресенье заливают уже в основную сеть, в воскресенье, то есть, в воскресенье, вы должны понимать, люди отдыхают, но ребята берут, идут, тратят свое время и заливают, вот, это такой важный пункт, что вы должны понимать, что мы работаем сейчас просто, тупо, без остановки, а после этого, когда зальется смарт-контракт, мы говорим, ребят, все, последние дни остались, мы включим счетчик вам, когда произойдет старт, но, еще раз говорю, у вас времени не осталось, кто пришел ждать, ну, ожидайте старта, заходите в свои команды, я вам показал, почему вы должны состоять в своих командах, а не ломиться куда-то наверх, вот, я вам это показал, не надо ломиться, стойте в своих командах, это нормально, чем больше над вами людей, тем больше вероятно, что скорость будет, это быстрее помощи, это, еще раз говорю, математика, то ли над вами стоит один я, то ли надо мной стоят еще куча людей, которые помогают ниже-ниже стоящим, и ко мне этот поток более сильно увеличивается, и в итоге к вам, вот, поэтому логично, чтобы надо мной стояло больше людей, так, Федор, в Аргусе, в Аргусе, получится зарегистрироваться только после получения ссылки, все мои рефералы, как и я, должны зарегистрировать и пополнить кошелек Binance Chain, до того, как получить ссылку на регистрацию, будет ли видно в кабинете, сколько с того вкупленного моих рефералов, да, Федор, давайте я покажу, как это будет выглядеть, конечно же будет, вот смотрите, ну, вот давайте я захожу, к примеру, в главную страницу, вот сюда, в Камон, нет, давайте в X-Profit зайду, наверное, чтобы вас ничего не смущало, потому что мы по кабинету, когда пройдемся, тогда я вам покажу уже, объясню весь функционал, просто сейчас, чтобы не было, вот, зашел я, не смотрите на Nex, это мы еще логотип не поменяли, это X-Profit, вот, тут BNB, просто Nex у нас там на троне, ну, вот, к примеру, смотрите, захожу, я к Николаю Котин, у него видно, что этот человек, именно конкретно в Nex активирован, на девяти площадках, то есть, я могу просмотреть, в первую очередь, когда захожу в кабинет, в первую очередь, я могу просмотреть всех своих партнеров, вот здесь, то есть, вы можете листать, смотреть, в первую очередь, у вас высвечиваются конкретно те партнеры, которые более, больше людей пригласили, вот личники, конкретно те, и потом на уменьшение, вот, и вы можете зайти, посмотреть каждому, у кого сколько приглашений, и тут идет вот такой четкий отсев, чтобы вы там не нарывались на всех подряд, а о, это человек активный, на какой же он площадке, но есть менее активные, для этого у нас есть другие инструменты, как их отследить, и как с ними связаться, или есть другие люди, которые банально зарегались, если они активировались, это я тоже покажу, ребят, на следующей неделе, то есть, разбор полный кабинета, вот, академия, все пробежимся, ребят, по всем пунктикам, поэтому, да, такая функция есть, вот, также есть связь с вышестоящим спонсором, здесь просто у главного аккаунта, вот этих полей нету, поскольку тут все открыто, и тут физически нечего, тут будет еще один, кто у вас вышестоящий спонсор, вы на иконку нажали, и перешли к нему в профиль, все, у каждого профиль свой, в зависимости от наполнения, ну, у меня ничего не заполнено, да, хотя, как бы надо, правильные люди должны профиль свой заполнять, все, профиль заполнили, и человек, мало того, еще в этом профиле может не только проанализировать, где вы стоите данные, но также связаться с вами в соцсетях, ну, как я сказал, это больше внимания передадим этому в понедельник, так, так, видно, да, видно, ответил, так, супер, спасибо, ждем видео от вас, для тех, кто работает с телефона, да, Владислав, я об этом тоже говорил, что мы только после заливки в основную сеть, мы сможем сделать видео, как работать с телефона, потому что нам нужно зайти в основную сеть, ребят, ну, мы не сможем это через тестовую сделать, мы если регистрацию, активацию сделали еще через сеть, мы для этого специально заливались, а блин, про тростволит, ребят, забыли, наша вина, наш косяк, простите, кто зайдет сразу на предстарте, хотя бы на 5-7 площадок, тот, того заливают, тот, того заливают, завалить деньгами, зайдетесь спустя пару недель, и на 1-2 площадки, но сами виноваты, чуть-чуть зарабатывать будете, тут все же понятно, хотя много и сразу, но хотите много и сразу, заходите на более большую, большую площадку, целый день старта, ну, нет, здесь со стапом отчасти согласен, просто на старте вы должны заходить, ну, там, не на 5-7, наверное, даже, а на 10-11 площадок, чем выше, тем лучше, это первое, но то, что вы, если позже зайдете, на самом деле, ничего не изменится, потому что маркетинг такой, все, я вам показал, тут вообще по барабану, всегда идет статистика, на старте это старт, люди всегда ломятся, потом начинает входить в свое нормальное русло, работать, приглашать, уже показывать свои чеки, люди идут на чеки, начинается нормальный, стандартный поток, он выравнивается в течение короткого времени, и все идет ровный, все ровный, когда мы заходим на более новые рынки, к примеру, выпустили для другой аудитории иностранной, весь контент, поток увеличился, потом выравнился, но когда он выравнился, он стал уже больше, потому что, когда страны подключаются, поток выравнивается, он больше становится, потому что людей больше идет с разных точек мира, вот, и все, поэтому, ребят, тут на самом деле вообще не важно, когда вы придете, просто на старте, памп, как бы, ну старт, есть старт, ребят, кто на старте не хочет присутствовать, давайте к этому так подойдем, все хотят присутствовать, просто потом этот поток уже сложно остановить, если вы почувствуете вкус денег, и даже на переливах вы сразу же получили свои иксы, все классно, все здорово, вы покажете, что, ребят, у меня иксы, смотри, здесь 51x работает, сегодня я заработал 2x, а вот здесь я заработал еще не x, но уже переливы посыпались, меня обогащает другой, блин, а я уже 51x заработал, все, вам будет показывать, что сразу же, то есть не важно, причем не важно, когда вы придете, вам всегда будут показывать, что деньги приходят, и причем сразу же на кошелек, что нету админов, ребят, вот так вот, вы должны это четко осознавать, так, что там начало, так, Наталья, вот так, и не получила ссылку варгас, в x-profit письмо, присылал Евгений, так не понимая ситуацию, Наташ, я же сказал, вот только что я отвечал Владиславу, по-моему, да, Владиславу, он спросил, когда старт, и говорит, ребят, на следующей, последней, последующей неделе, она все последняя неделя подготовительная, то есть она подготовительная, последняя неделя, и стартуем, понимаете, подготовительная в каком плане, мы сегодня заливаемся, еще раз, повторяю, внимательно слушайте только, заливаемся сегодня, в тестовую сеть, еще раз прогоняем, потому что аудит мы повторно прошли, два раза аудит прогоняли, смотрим, что все-все классно, еще раз, Ну, там быстро тесты делаются у нас уже, они проходили, поэтому у нас алгоритм выработан. Все, прошли, в воскресенье заливаемся, ну, может быть, в понедельник в основную сеть мы будем заливаться. Дальше, после заливки в основную сеть мы проверяем, полностью ли мы запакованы материалами. Чего нету, мы подметаем, то есть, хвосты свои подбираем, то есть, убираем все хвосты свои. То есть, вот это нету, ага, ребят, давайте вот это добьем, добиваем этот момент. Если у нас нету каких-то историй, каких-то материалов, мы их закрываем, чтобы это все было. И все, ребят, все готово, все нормально, вот материалы забирайте, 4 дня вот вам счетчик включили. В этот день начинается активация повальная массовая. Предварительно мы раздали лидерам ссылочки, чтобы не было каши, чтобы все четко. Мы каждому лидеру дадим в личке ссылочку, каждому абсолютно. Мы не дадим ссылку вот так на эти ребятис, нет, мы четко знаем, у кого какие команды, прям четко. И мы будем раздавать каждому в руки, индивидуально каждого регистрировать. Но они своих еще регистрировать не будут, потому что нам уже сделать всю расстановку. А потом уже дадим ссылку. Ваши лидеры, кто получит эти ссылки, они передадут вам. Но после того, когда все расставятся, как все, расстановка произойдет, произойдет отмашка, все получат ссылки, ребят. И активируйтесь, и зарабатывайте деньги, рекламируйте. Сейчас вот, ребят, кто из вас плюсики поставьте, делает видосы и заливает все в YouTube? Кто это делает, скажите мне? Вот мне просто интересно, поставьте плюсики, пожалуйста. Так, ребят, скажите, кто из вас делает Владислав? Кто вот Ирина? Ирина, я понимаю, какая Ирина всего скорее. Ирина Думина, наверное, очень такая женщина активная. Татьяна, Влад, Серег, Оксана. Давайте плюсики ставьте. Вот смотрите, поставил так, а в кабинете уже сейчас можно попасть. Оксан, подожди, плюсики. Поставьте плюсики, кто работает, уже дает информацию, кто строит команду. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь из 55 людей. Значит, здесь человек стоит, здесь стоит, который с командой, здесь кто-то ждет, здесь с командой. Но это ничего не меняет абсолютно, потому что это все идет вниз, у каждого свое дерево, и он помогает другому. Даже вот этот, если не работает, этот помог этому. К нему попали люди, которые хотят сделать реинвест или хотят больше зарабатывать, нежели 2,5%. Хотят и три поколения зарабатывать, и зарабатывать лидерский бонус, и делать реинвесты, бонус бесконечности зарабатывать. И чтобы это сделать, им нужно выполнить квалификацию, они дальше работают. Но за счет других, которые ждет, скорость будет, я даже не знаю, не могу сказать, что она медленно будет. Она будет нормальная скорость, ребят. Но вам нужно всем превращаться в боевые единицы, абсолютно. Вот теперь я вам такую вещь покажу, смотрите. Так, смотрите, вот мы сейчас сюда заходим. И давайте мы вобьем X-Profit. X-Profit. И посмотрим, что у нас творится в интернете. Поехали вниз листа. Смотрите, ребята, я листаю вниз. Какие-то другие компании проскальзывают, но в основном везде X-Profit. Сейчас вот. Сейчас подгружается, подгружается. Я все еще листаю. Я все еще листаю, листаю. Ребят, на самом деле я устану листать, и там про X-Profit и абсолютно разных людей просто громадное количество видеоконтента, чтобы вы понимали. Громаднейшее. Там уже сотни-сотни обзоров. Вы должны осознавать всю ситуацию. Я вам просто сейчас показываю. На следующей неделе будет, в конце недели вообще будет трешня, когда мы раздадим материал, будет трешня вообще в интернете. Но вот вы сидите, которые задаете вопросы, задайте к себе вопрос, что вы делаете для ускорения вообще процессов. Но если вы ждать пришли, ждите тогда. Вот вы знаете, это пассивный доход. Вот я картинку смотрел прикольную. Сидит чувак бездомный со шляпой и надпись «Пассивный доход». Вот это и есть пассивный доход. Он здесь предусмотрен не для тех, которые спрашивают, а для тех, которые не зарабатывали. Наша цель была дать людям доход, которые не зарабатывали по каким-то причинам. Понимаете? Да, заработают неважно кто. Это факт. Маркетинг крутой, бомбический. Будете зарабатывать. Да. Но все-таки моя задача, основная, мой акцент – вас призвать, чтобы вы стали боевыми единицами, чтобы вот этих роликов в интернете было просто бесконечное количество. Мы еще не стартанули, ребят. Мы еще не стартанули. Вот просто тут дальше хоть залистайся. И уже непонятно, что творится. Тут хоть сколько листает. Там у иностранцев самое большое, по-моему, 18 тысяч просмотрел, просмотров уже набрало. Очень много. Руслан, да, конечно, это одни и те же видео. Суть важная, задача людей – транслировать информацию. Да. И что в этом такого? Пускай. Но каждый уже делает задачу. Он информирует. Представьте, то ли один YouTube-канал информирует, то ли их тысячи или десятки тысяч будет информировать. Конечно, наша задача, вот я вас сейчас призываю, чтобы это поле расширилось максимально, чтобы это было не 2-3, там не 2-3 единицы, это было 20-30 тысяч, которые люди транслировали информацию. Заводите свои YouTube-каналы, создавайте лендинги. Блин, Саша смеется надо мной постоянно. Наш программист. Лендинги создавайте. Заряжайте, раздавайте эту информацию. В YouTube давайте информацию. Вот Татьяна. Она сняла свой ролик. Много людей, Татьяна Кичигина, она свой ролик сняла. Ирина Думина, я знаю, что она всегда свои снимает ролики. Я много знаю людей, которые свои снимают ролики. Ребят, берите наш контент, который мы вам даем. Но также снимайте и свои ролики, записывайте. Встаньте перед камерой, расскажите этот маркетинг. Ребят, почему вы хотите зайти в этот маркетинг? Расскажите про это. Если у вас не получается приглашать, скажите, ребят, я здесь, потому что я новичок. Или у меня есть горький опыт. Да куча причин. Даже если люди долго состоят в интернете, то есть зарабатывают, но у них не получается приглашать, не потому что они глупы, а потому что у них нет, к примеру, способности к ораторскому искусству. Но они не глупые, они умные люди, но они не умеют завлекать. Это тоже определенный талант. Но они от этого не должны получать, что ли? Да, должны. Вот для таких людей 51Х, и они их заработают. Просто есть люди, которые выискивают. Понимаете, мне не нравится, когда люди выискивают. Вот это мне вообще не нравится. Пришел на 51Х, не получается приглашать, говорит честно. Я говорю, классно, заработаешь, не переживай. Все, не переживай, заработаешь. А когда люди начинают, а куда получше стать, вот я хочу, вот это, знаете, будет больше всего, это нервирует. Жень, ты понимаешь, да, про что я надеюсь? Про какую категорию людей? То есть есть пассивщики нормальные люди, а есть пассивщики, которые, ну, маленько наглеют. Жень, может, я не прав или дерзко? Нет, ну, я тебя слышу, ты знаешь, право. Вот. Поэтому наша задача дать этот пассив. Но просто, ребята, еще раз, кто пришел на пассив, вот прям, блин, не дергайте нас, а куда вам получше. Если пришли на пассив, стойте со своими командами, развивайтесь. Он будет, все, показали вам. Очередь дойдет, и вы будете в куражах, вы будете заполняться. Вы же не забывайте, вот просто, я вам только вот эту часть показал, а вы не забывайте, почему это происходит-то. Вот почему это происходит. Стоит человек, ему нужно сделать 14 людей, чтобы открыть реинвест. 14 людей. И вышестоящих проплатить. Ну, 14 людей. Ему падают переливы. Вот ему. Там вот так вот переливы падают. Он успел двоих поставить, вот это его первый и второй. Сверху пошли переливы уже от других, от других поколений команд там сверху ему. Но ему дальше нужно приглашать, чтобы поставить этих 14 людей. И это все мешается с переливами. И также вот эти люди, допустим, не вы, а под вами люди, хотят тоже реинвест сделать. Им нужно выполнить квалификацию. Они вот, допустим, человек хочет реинвест сделать. Ему нужно 14 личников поставить. А уже переливы идут от этого человека, от вышестоящих. И он дальше начинает структуру строить свою и вам строить. Понимаете? Тут замысел не только в собственных бинарах. Тут куча мотиваций, что заставляет людей работать. Куча мотиваций, чтобы выше переходить. Потому что вот здесь, допустим, стоит Евгений Иванин или там Остап Бондаренко. Не суть важно, кто стоит. Или Серик, или Руслан. Вообще ровно просто стоит какой-то сильный человек. И вы знаете, что у него на 10 площадке только первая линия заполнена. Насколько вы хотите к нему попасть. Вы стоите на 7 площадке или на 1 площадке, где-то там от него в сотом линии. Но вы знаете, в какой вы структуре стоите. Вы найдете эти деньги и перейдете на 10 площадку, чтобы попасть к нему поближе. Это логично. Пускай в плане пассивщика это не особо честно. Потому что он хочет, чтобы люди сильные вставали. Но в плане маркетинга это стратегический ход. Если вы сюда встанете, будет вам счастье. Потому что на 10 площадке переливы здесь уже это серьезный кэш. Понимаете? Это стратегия. Это правильно. Я бы тоже стать хотел под сильного человека. Так. Кто-то мне тут звонил. Как-то так. Поэтому, ребят, заходите на более высокие площадки. Конечно же, на старте. Тем самым вы себе действительно обеспечите хороший такой фундамент в плане дохода. Вот. Перевращайтесь сейчас в боевые единицы. Мы вот сейчас сделали обзор. Просто-напросто задал вопрос. Кто, сколько приглашает, ребят? Плюсики поставили не особо много. Но эти люди есть. Сейчас мы полистали. И в Ютубе на самом деле разных людей, которые делают трансляции. Которые транслируют, точнее, информацию. Пускай и копипастят информацию. Но они транслируют информацию. Очень большое количество людей. Громаднейшее количество людей. Поэтому в обязательном порядке превращайтесь, еще раз говорю, в боевые единицы. Делайте все. Заводите свои Ютуб-каналы. Берите, делайте лейдинги. Заряжайте их. Создавайте свои Телеграм-чаты. И заводите туда людей. Нечего ждать. Вот. Еще раз. Этот маркетинг у нас есть. Пассив. 51Х. Он будет, он заложен. До вас очередь добирается. Вы заполняетесь. Эта очередь будет зависеть от того, кто над вами стоит и сколько людей над вами стоят. Понимаете, да? Я все показал. Это все суммирующая потока людей, которая идет вниз. Но маркетингом это заложено, поэтому это будет. Вот так вот. Все. Мы это не вычеркнем. Это все в смарт-контракте. Но чтобы это ускорялось, и не только получать рефералку и бонус бесконечности, можно получать гораздо больше. Десятки раз больше. Для этого вам нужно превратиться в боевые единицы. Тогда вы заработаете очень много. Знаете, давайте я вам по-другому пример приведу. Скажите мне, так, реинвест не обязателен, но его можно делать. Сейчас отвечу на вопрос и задам вопрос. Это один и тот же так. Все слышно, слышно, слышно. Ничего я делаю. Ничего и так. А если человек зашел на 11 площадку, он должен дать реинвест с первой площадки или как? Слушай, Женя, я не понял, что у тебя вопроса. Если он на 11 площадке, может реинвест делать на любых 9 площадках? Ну смотри, если он заходит на 11 площадок, но у него нет 14 партнеров еще на первой хотя бы, то реинвест не сделает. То есть зайти можно хоть на все площадки сразу, но реинвест можно сделать только в том случае, если у вас выполнены условия. То есть это 14 партнеров на первой площадке, то есть если вы на первой будете реинвест делать. 14 партнеров на той площадке, где он хочет сделать реинвест. Да, 14 партнеров на той площадке, где хочется сделать реинвест. Все. Вот. И на две площадки больше проплачено. К примеру, на пятой площадке хотите сделать реинвест, 14 партнеров на пятой площадке, точнее личников, и седьмая площадка проплачена. 14 партнеров это гарантирует, что вы помогать будете нежестоящим, что под ними уже первые люди появятся, которые также дадут как корни рост, и у них будет заливаться, они будут получать свои иксы, 51x, и что вы дальше будете подниматься. То есть тут два фактора, и очень важные, которые стимулируют и строить структуру, и дальше проплачиваться. Так, блин, вот хотел сказать, и вот из головы вылетело, вообще сюрприз еще тот. Так, ребят, я, наверное, все тогда, давайте, Жень, задавайте последние вопросы, я на них отвечу, и в понедельник у нас, ребят, немаленький вебинар будет, поэтому подготовьте всех своих людей, приводите, будем с вами разбирать там весь кабинет, а во вторник, наверное, Жень, ну мы покажем, что будет, то есть мы хорошо подготовимся и сделаем хороший жаркий вебинар, ребят. Вот так вот. Так, давайте напишите, кто как настроен на маркетинг, мне это важно услышать от вас, кто настроен, какое у него ощущение, какой заряд, нравится ли он ему. Давайте обратно, обратно. Если вам тяжело написать, ну, наверное, тогда вообще чего-то тяжело вообще делать будет. Поэтому давайте обратную связь. И очень важен такой подпункт, как прошла информация, потому что где-то мы критически катком проехались, но это нормальная критика, а где-то мы вам все, в принципе, показали, рассказали. И много даже чего дали. Он, Женя, для вас заряд какой сделал. Если в Nex уже есть, ссылка в кабинет будет. Да, конечно, Валерий будет. Так, не обязательно подряд, а, например, на 7 площадки реинвеста. На 7 площадке. Ну, на 7 площадке, значит, должно быть 14 личников и 9 проплачено. Все супер, ждем старта, и строим команды. Так, ребят, ребят, это бомба, жду старта. Очень ждем старта игры. Давайте, ребят, больше. Те, кто ждет переливов, ребят, тоже что-нибудь напишите. Что, ребят, маркетинг классный, ждем свои иксы. Ничего, нормально, не парьтесь. Все ясно, все супер, работаем. Ребят, пожалуйста, делайте YouTube-каналы, давайте информацию, масштабируйте свою трансляцию. То есть, у вас есть партнеры, дайте им свои лейдинги, оформите свои команды. Команда «Прорыв» как-нибудь назвали, раздали всем свои лендосы. Евгений сегодня показал «Конструктор сайтов». И ваша информация будет транслироваться уже под вашим логотипом, под вашим брендом. По продвижению люди будут хотят в X-Profit, но хотят будут в вашу команду брендированную. Поэтому тоже насчет этого заморочитесь. И это правильно, что у каждого есть свой логотип. Так, Сергей, супер, собираем команды. Так, маркетинг, аналоги, так, супер, Анатолий, проект бомба. Вы просто молодцы, труп вперед. Анатолий, это, наверное, наш Анатолий, Пономарев, Валерий. Я прозевал начало вебинара, где посмотреть. Ребят, мы полвебинара вот этого обрежем, потому что здесь такая каша в конце была. И оставим только про лейдинги, как собирать конструктор сайтов. Я вам сразу же говорю, это мы уберемся. Не режьте вебинар. Не режьте. Ну, Ирин, тебе отдадим только. Будем работать, а переливы – это уверенность. Да, переливы – это уверенность. Ребят, но вы должны понять мою позицию. Просто понимаете, я хочу переливы очень, я их люблю. Вот знаете, это помощь, это классно, это супер. Я буду рад переливу, потому что я буду показывать всем, кто… Знаете переливы, почему хорошо? Потому что 90% не умеют приглашать. И эти переливы – это мотивация для этих 90% людей, что они не будут у разбитого корыта, что они по-любому заработают. Вот задача переливов. Что каждый человек, который сюда придет, он застрахован формулой маркетинга. Что по формуле маркетинга здесь это заложено. Вот. Поэтому это очень круто, ребят, что вот эти 90% могут не париться, что не заработать. Но есть просто категория людей, которые не просто… Они пришли, они не умеют приглашать, они нормально, говорят честно. А есть, которые начинают… А мне вот повыше, вот прям вот так вот я хочу. И я не хочу ни хера делать, но ты мне дай повыше. Блин, зачем ты мне там повыше нужен? Я посильнее команду поставлю. А те люди, которые заходят… Тут меня женщина спросила, Илья, так и так. У меня проблемы, нет денег. Но я хочу зарабатывать, я не умею. Не переживайте, это есть в маркетинге, но до вас будет очередь добираться, вас будет заливать. Может быть, это будет более быстро, может быть, это более медленно. Вы должны это осознать. Но это здесь заложено, и здесь это будет по-любому. Все. Вы понимаете, это более честно, это более правильно. Но самое главное, что это заложено, это смарт-контракт. Это самое удивительное, что здесь люди в этом плане гарантированно все будет именно как в смарт-контракте. Также, конечно, лидерами надо остановиться однозначно. Все же важно. Все важно, все понятно. Маркетинг супер. А как сделать ленинг, который показал Евгений, как попасть в кабинет? Вот, ребят, мы вебинар выложим через часик перелива, ждем, будем учиться. Конечно, конечно, буду стараться, хочу зарабатывать. А вот, вспомнил, что я хотел сказать. Ребят, вот, блин, из головы вылетело, и опять пришло вовремя. Вот, давайте так разберемся. Пожалуйста, не поленитесь, напишите. Вот, все напишите мне, у кого какая цель? Вот, кто хочет что? Вот, кто что хочет? Напишите свою такую небольшую мечту. Вот, напишите здесь просто в двух словах. Мерседес, еще что-то. Свозить свою семью в отпуск. Напишите в двух словах, пожалуйста. Я пока дочитаю. На основном канале и у Евгения Ванина на канале. Смотрите у Евгения на Ванина, потому что у него там больше просмотров. Основной канал пока еще развивается. Какое будет обучение на платформе по запуску рекламы? Ребят, там все будет, Оксана, абсолютно. Академия уже готова. И она заливается на две части. Надо разделить обучение, Женя, у вас. Ребят, ну, у меня большая часть разговора по душе. Ребят, пишите свои цели, мечты. Просто напишите реальности. Вот, знаете, у каждого разная, даже маленькая мечта, она мечта. Напишите, напишите их. Круто. Круто стать экспертом, да. Вот, знаете, меня это поражает. Когда люди хотят не деньги, а знания, чтобы более-больше зарабатывать, нежели разово. Но просто Владиславу просто есть уже эти знания, и он уже… У него уже материальные вещи, это нормально, у меня тоже материальные. Так, ребят, пишите свои мечты в нескольких словах. И я вам объясню, зачем я это спросил. Для меня это важно сейчас. Это суть будет следующего вопроса. Точнее, небольшого разговора. Ирина, хочу большую трёхкомнатную квартиру. Отлично. Дом построить. Честно построить дом на юге, приобрести новую машину. Так. Зарабатывать на дом в Барселоне. Хочу квартиру в Москве. Я буду долгосрочно создавать актив и команду. Надеюсь на профицит. Хочу быть лидером. Остальное всё приложится. Дальше, ребят, пишите. Я вам просто сейчас кое-что открою. Пишите, пишите, ребят. Все пишите. Даже если кто-то просто на переливы пришёл, напишите, что вам нужно. У вас же есть, вы хотите заработать там даже эти 500 долларов или 250, потому что у вас действительно нет денег. Какие-то цели, чтобы просто хоть маленько улучшить свою жизнь. Потому что с 5 долларов, там 250 долларов, это тоже нормально. Но просто это надо больше делать. Заходить по максималке далеко и иксовать более серьёзно. Хочу быть лидером. У вас остальное всё приложится. Ирина, путешествуйте, работайте с любой точки мира. Хочу большую команду научиться приглашать. Ванин супер за ним. Наблюдаю. Хочу так же. Да, Женька молодец. Да, тут все молодцы. Теперь я вам покажу одну вещь, ребят. Так, у меня на столе вот такой бордель. Не обращайте внимания, было хуже. Это я перебрался. Доход с переливов. Давайте мы вот с вами этот подпункт посмотрим. Смотрите. Доход от переливов, ребят, вот смотрите. Без реинвестов. Вот что заложено. 255 – это то, что заложено маркетингом. Это самый минимум, который вообще предусмотрен. И то он маловероятен в плане того, что это будет больше, потому что люди будут делать реинвесты. Вот. Это просто такой хреновый саморасклад. Типа того. С 5 долларов – 255 долларов, 10 долларов, 511 – 20 долларов, 1023 доллара, 40 долларов. Ну и плюс предыдущие площадки, надо тоже суммировать. 2046 – с 85 площадки. 4 косаря – с 6 площадки – 160 долларов, 8 тысяч. И с 7 площадки – 16 тысяч. И там ниже, ниже, ниже. С 15 площадки уже 4 миллиона 190 тысяч. Только на переливах. Да. Здесь структуру практически, некоторые скажут, невозможно заполнить. Но хрен его знает. Время покажет только. Извиняюсь за выражение такое. Но до 12, 13, 14 площадки, до 15 площадки уже много людей заходит на старте. Прямо достаточно немалое количество людей. Проплачивают все площадки – 163 тысячи долларов. Но мы сейчас с вами посмотрели именно самый-самый такой, наверное, не очень вариант. Такой, знаете, самый минимальный. Теперь, ребят, когда вы сделаете один реинвест? У вас с первой площадки уже 510 долларов. А с седьмой площадки – не 16 тысяч, а 32 тысячи. А чтобы сделать реинвест, что? Нужно 14 личников. То есть мотивация строить, ребят. И проплатиться на 2 выше. С двух реинвестов. С седьмой площадки не 16 тысяч, где минималка, а 49 тысяч. С четырех реинвестов. На седьмой не 16 тысяч, а 81 тысяча. С восьми реинвестов. Не 16 тысяч, а 147. Вы скажете, 8 реинвестов – это 120 личников. Ребят, а это много. Это ни о чем. 120. У меня в конце там это не вся таблица. Там 128 реинвестов. И 128 реинвестов – это полторы тысячи личников, по-моему. Ребят, это ни о чем. Потому что достаточно много команд, которые делают эти реинвесты. Но прикол в том, что когда вы заново скажете, блин, это же проплатиться примерно на седьмой площадке еще раз 320 баксов. Да, 320 баксов. Только вот вам назад вернется 51x. Плюс бонусы бесконечности. Плюс три поколения команд. Там будут сотни иксов. И тысячи иксов. Поэтому маркетинг, каждую затраченную сумму, он показывает всеми цифрами, что, ребят, вот цифры, которые здесь заложены, они отбивают все ваши страхи. Но единственное, конечно, я объяснил все до этого момента про активных и пассивных. Так, дальше смотрим следующее. Тут у меня не все. Вот здесь такая козябра. Переключимся сюда. Теперь я вам для активных покажу. Это лидерский бонус, ребят. Лидерский бонус. Со 100 партнеров, ребят, со 100 партнеров давайте возьмем лидерский бонус седьмой площадки 12 тысяч. С тысячи партнеров это не проблема. Седьмой площадки 128 тысяч. Давайте возьмем другой момент. Сто партнеров 12 тысяч 800. Ну и с предыдущими 25 600. И у него что включается помимо лидерского бонуса? Это три поколения команд. Мы возвращаемся сюда, берем седьмую площадку и три поколения команд умножаем на 4, потому что это 10%. Понимаете? Это еще плюс к седьмой площадке с переливов не только 16 тысяч, а 16 умножить на 4. Это у нас 64 тысячи плюсом еще. С лидерского бонуса, но это будет гораздо больше, потому что переливы с 10 линиями ограничены вниз, то лидерский бонус, он не ограничен ничем. Оно будет вам приносить хоть 100 линии. И там будет вообще сумасшедший, если он в 100 раз больше будет приносить. Но чтобы это было, нужны личники. И лидерский бонус вам обеспечат эти три поколения команд, ребят. Поэтому маркетинг реально не то, что жирный, он, блин, обвис этим долларовым, точнее криптовалютным жиром. По-другому не назвать. Так, давайте последний дочитаю. Свободу, финансовую независимость. Так, квартиру для дочери, да. Да, вот знаете, хочу, чтобы все мои партнеры стали зарабатывать. Да, 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 правильно. Вот видите цель, вот не я. Молодец, молодец, круто, очень круто. Квартира для дочери моя цель. Это, Сергей, круто, круто, круто. Просто кто-то уже своих детей обеспечивал, уже хочет для себя пожить, это тоже круто. То есть мы, все наши цели, это крутые цели. Хочу научить создавать команду и зарабатывать вместе с ними. Блин, дублицирование, это вещь непростая, но когда вы ее достигаете, это такой уровень, конечно, крутой. Моя внучка миллионер, ей 18, хочу ей соответствовать. Ну, блин, да, классная у вас внучка. Свобода и финансовая независимость. Да, да. Вот, ребят, знаете, что такое финансовая независимость? Я вам скажу. Это когда вышли вы на улицу и не зашли домой, потому что вы сели на самолет и улетели куда-нибудь. Вот это и есть финансовая независимость и свобода. Когда вы ни к чему не привязаны. X-profit вам дает и первое, и второе. Вы не привязаны к месту, и второе дает деньги. И это и есть финансовая свобода. Когда вы вышли из дома просто с семьей и купили билеты и улетели. Движение вперед. Заняться бизнесом микрозелени, наверное, интересно. У меня пока 18 человек со мной. Гоним дальше. Я сожглась, но люди не знают, что такое криптовалюта и боятся этих виртуальных денег. Ну, зря, зря. Кто боится, потом будет смотреть, а почему же не я раньше начал это осваивать, ребята. Поверьте. Плюс BNB, для меня это сейчас не просто сейчас доход, для меня это инвестиция. И я очень рад, что мы сейчас связались с BNB, потому что для меня каждая сотня BNB в 2022-2023 году – это миллион долларов, ребята. Поэтому моя задача заработать несколько тысяч BNB, чтобы через несколько лет я их хоудить буду. Это было 10-20 миллионов долларов, то есть без проблем вообще. И здесь это не только миллионером станешь, пока BNB вырастет. Нет, здесь 10-20 миллионов, так можно легко заработать. Но если ты еще будешь хоудить, это как инвестиция, это вообще очень хорошие иксы даст еще. Так, ребята, давайте от 1 до 10 по вебинару. Мы вас сегодня замариновали, 2 часа вас катали.